Доброе утро, Сергей. Сергей, витаем. Да, витаю вас. Первое питание, на кольки реалистичная, по данной украинской выветкой, личба, а мапа у Беларуси у всякого полторы тысячи человек, унтрыных войсков 12 тысяч, а у весь МУЗ гэта 45 тысяч, а армии 50 тысяч человек. Ну и у все брыгады спецназа, все брыгады силу специальных операций, их все три, гэта так сама до 7 тысяч человек, калей, я не помыляюся, просто 13 тысяч человек, гэта значыць, што забрать з беларускай армии усіх офіцэров, напрыклад. Вось, на кольки, на ваш погляд, реалистичная, по данная, по данная личба украинской выветкой? Ну, часто мы чуем, на жале, это самое, от наших украинских сябровняек, информацию, якая, то я нынзе, это самое, я починаюч гвалт летние, не истерик, что беларусы пойдут шостая, жнивничай тридцатая, жатку ли вы взяли, это и даде, никто подлумачить не можу, а лишь усе, как бы так протягу и стержать. То я ж самая, з этой личбы. Мы абсолютно не ведаем, откулья науизникла, як и науизникла, потому, потому что вербовка на корейсть России и терраса беларуская военкомата, это разговаривало, и шла про десятки офицеров. В первую очередь в России вытекают летчики, и в первую очередь были ее офицеры спецподразделений, реальных спецподразделений, у таких, или с боевым дешевыми. И покольки сирот беларусов их небогато, то, як бы так, лишь бы у 13 меня издевляет. Другая частка там поведомлений, что в Беларуси стягиваются замежники, даруйте, это просто войсковое споборненьство, войсковые гуйни, армейские гуйни, да. Так что, говорить про то, что подтягиваются от права из Вьетнама, там Алжира, там Яшчатку, из Сумбекистана, ну это просто наши украинские сябры просто не справедили, что это, и на ошт, а лишь выдали вот такие вот медийные, як бы так. Калі личбы нереалистычные, то чаму, ці з якой мэты украинские высокопоставленные войсковцы их агучваюць? Ну, им треба информационная война, разумеюць, информационная складовая той войны, якая зараз иде. То и они, як бы так, стараются, як бы, напевно, стимуляваць своих войсковцов, приполохаючи, переборщуючи. Мы реально оцениваем информацию, як бы, снутри, минавито, этих двух бригад ССО, про яке мы усрадываем, да, это, проискварено, Горько и Витюч. ЗИХ можно говорить про то, что от сотков 30, як бы, готовые воевать и сподяются на ней на свой некий уявный профессионализм. А лишь 30 от сотков, ну, это явно не 13 тысяч. Так что, ну, я ще раз повторяюся, сама Лизбет, откуда она взятая, ну, никому не ведомо и не поддерживается ни як низу, ни водной белорусской силовой структуры. Ни делу письмовую выжить не было, право заявок никто не писал. То, что проводятся пытания наполитами, поместниками по политической части, фидеоидологами, да, это проводится. А лишь там внимание этих письмовых заявок право с подписанием летних контрактов и обещанием зарплаты. Так само были ускосные свечи не про то, что зимой на початку весны российцы спробовали вербовать заохвачивать, уступать в российскую армию восьми офицеров спецназу. На ваш погляд, кольки, ну и так само были факты того, что хавали у Беларуси восьми ветеранов летчиков, военных пенсионеров. На ваш погляд, кольки громадзян у Беларуси записалася в российские приватные военные компании, ци перайшла с белорусской армии на приватные российские компании, ци у российскую армию, про десятки, мы скажем, про сотни эти, про тысячи. Сотни, сотни, не более. И матом поставил мерковать про тысячи. Возвращаясь к этой цифре, 13 тысяч белорусов, я вот так вот примерно прикинул, это как в процентном соотношении к населению России, мы бы вели речь сейчас о том, что порядка 200 тысяч россиян, Россия бы пыталась одномоментно вот так вот поставить под ружье, в то же время у нас буквально несколько дней назад озвучивались цифры, что сейчас именные батальоны в России собираются и по разным оценкам от 8 до 18 тысяч возможно бойцов будут укомплектованы. То есть, ну опять же, если перевести в пропорциях на цифры Беларуси, ну тогда это действительно сотни. Но вот на ваш взгляд, могут ли еще не только военные принимать участие, а допустим белорусы, которые живут в России временно или постоянно, их сейчас будут стягивать и вот их также выдавать и за действующих военных, которые встают на сторону России? Ну, в первую очередь Россия была зацекавлена, они находили былых выходцов из Украины. Як бы, вот, мы навито ДРГ, якия формовались на территории Беларуси, в первую очередь они шукали тех, кто народжены в Украине, больше того, не 10 месяцев податягивали по украинской мове, как бы они узгадали свою мову. Вот этих людей, да, саправды, заводзили, причем старались, еще это самое, ДРГшки формовалась такие смешанные, кали заходят человек, офицерные, и разом с ним женщины, например, размеры более похожи, не у кого не возникало таких, как они будут субъеки, разумеется. А про то, что беларусов, ну, наповедно, мы можем не иметь такой информации, но не на поверхности явно такая информация, больше того, но знамку таки, это можно вымираться сотнями, разумеете, не вяческими упадками, не тысячами. Мы ведаем, что багато беларусов служило при Советском Союзе, после Советского Союза, но с того часу произошло в шоу на кульке маль 30 годов, 28, 26 годов. Натурально, те, кто служил, лейтенанты, они давно уже на пяти, разумеете. А так самое я хотел вас запытаться, на фоне всех загадковых падеев, які отбываются, на ваш погляд, что отбылось у Зябровцы под Гомелем, это атака украинских ракет, диверсия беларуских партизанов, так само такие намеки были, альбо авария, спалили саправды танк и радиолокацийный комплекс, ну, бывая. Разумеете, тут 21-ше 100 годзе, это самое, коли отримаем вздымки со сподорожников, дады будзе, як безразумело, на сам речи про шту разного. Тому, что беларусское министерство обороны говорить про техничный прогон после замены руховика, это одно. Украинский блок поведомляет про то, что изнищенная, взорваная радиолокацийная станция, фактически зараз это зенитно-ракетная комплексы, они называются слепые. Звучайно, так родится, перед тем, як знищается РЛС, знищаются очи, после этого можно было ждать, наступную ночь, что будет знищено, то, что осталось слепым, сам этот комплекс. Так что, поглядем, я чу на сироп беларусских офицеров, так вершу, что это мавляв и ДРГшка украинская, и ощущение, что, ну, не маем абсолютно, подтверждение не может. Какие настроения вообще, если держите какой-то контакт, общаетесь с офицерами беларусским, какие настроения в армии, какие настроения у этих офицеров? Какие настроения? Ну, я уже узгадывал, что когда 30% в этой бригаде основанных наших на ТН Кабос поделятся, на самые бои готовые, что когда 30% готовые войти в Украину. И где замена, и где последованные замена, я еще таки лечу, что инициатор не ввода беларусских войск в Украину все-таки был Путин, а не Лукашенко. Потому что Путин имеет информацию абсолютно из всех силовых структур, из всех узровнев, и он понимал, что беларусы абсолютно не готовы до войны с украинцами. Зараз пошла тенденция, ну, по-первых, за все, россияне сами себе наполохали, поглядели на колькость офицеров украинского походжения в Беларусском министерстве обороны, и ты, кто заканчивал учения во Украине войсковые, не стерегаются этих людей, что эти люди могут закликать до перехода на бок Украины. Россия это не требует. То, как началось вытискание этих людей украинского походжения с Беларусского министерства обороны, это первый аспект. А другой аспект, это то, что началась замена самых нездарных офицеров с самой низкой подрыхтовкой и моральными якостями, а лишь кальон носьбит русскомирских идей, и его вытягивают на самый верх по махчим и посаде. Подрыхтовка беларусского войска России еще таки вятец. Дяку великий спадар Сергей за коментар с нами был на совязи Сергей Бульба засновальник Белого Легиона, а теперь это керавник организации Беларусь 2.0 робим разом.